У нас приезжают люди, которые крещение принимают, помогают нам, работают. И мы спрашиваем их, вы хотите рассказать, как вы искали Бога? Потому что кто-то будет слушать и найдет похожее, а может выйдет из тупика. И вот побыли здесь, приняли спятое крещение и остались. Считаю, сегодня уже 16-е, а 11-е крещение было. Я вас не упарил за это время. Вы старались, я видел, все время с тачкой бегом и туда, с тачкой, нагруженное это одно колесо, бегом все время. Я сегодня при батюшке спросил, как вы пришли к Богу, как мы познакомились. Вот это, можете рассказать? Да, могу рассказать. Только у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Ну, пожалуйста, рассказывайте. Ну, как я думаю, что я уверовал в Бога, когда мне было 14 лет. Вы назовитесь кто, что, рождение? Меня зовут Александр Борцов, я из Елабвги, республика Татарстана. Вот, в 14 лет мне на глаза попалась книга про Террия Слободского «Закон Божий». Вот, я в те времена особо сильно не читал, но эта книга, я ее открыл, и она очень меня увлекла, и я ее прямо всю прочитал. И особенно мне запали в сердце слова, где Господь рассказывает притчу о Сиэтиле. Вот, с этого момента я почувствовал, что Господь коснулся меня. Но вокруг меня, к сожалению, не было сочувствующих людей в вере. Я делился с мамой. У мамы тоже интересная вера. У нее была молитва слов, и к нему нельзя было даже прикоснуться почему-то. Для меня это было непонятно. И поэтому эта искра веры у меня несколько угасла. И в следующий раз, когда мне исполнилось 20 лет, я прочитал листовку, православную листовку, она называется «О покаянии». И у меня был маленький молитвослов, не молитвослов, а такой вот «Новый завет». Я прочитал ту листовку, мне как раз в этот день исполнилось ровно 20 лет, это 3 сентября. И у меня произошел переворот, я стал читать Евангелие, Новый завет полностью прочитал. И стал ходить в церковь, каждое воскресенье стал ходить в церковь, строго не пропускать. И покупал церковные книги и читал «Житие святых», «Житие Серафима Саровского», «Семену Нового Богослова». В то время я учился в Ижевске на врача. Я ходил к священнику, познакомился со священником, он говорил проповеди, и меня это задело. Я подошел к нему и сказал, вы можете быть моим духовным отцом? Он сказал, да, могу, и я стал к нему ходить. И через 3 года, когда я 3 курса проучился в медицинской академии, я решил уйти в монастырь. Священник меня не благословлял, говорит, съезди посмотри. Я на крещение съездил в монастырь, это перед моим уходом в монастырь. Мне там очень понравилось. И летом я ушел туда совсем в монастырь. Я там встал, меня рукоположили декана, одели рясу на меня. Кстати, я очень любил богослужения, и поэтому я стал псаломщиком. Меня очень интересовало церковное песнопение, я с головой погрузился в это. И основное послушание в монастырь у меня было псаломщик. Мы пели, ну и ходил также на общее послушание. Прошло так около 13 лет. После 13 лет я почувствовал какую-то пустоту, что-то там не было. Я потом впоследствии понял, что там не уделяли основное время Слову Божию. То есть это было просто, ну не обязательно, но человек сам мог по своей инициативе искать, а так, чтобы говорили, проповедовали о Слове Божьем, такого не было. Но в те годы я полюбил, очень мне попался, я для себя сделал открытие «Святитель Иоанн Златоуст». И я потихоньку, по одной книжке, по две, нашел всего Златоуста, все 12 томов, и все их прочитал. И впоследствии, когда я встретил вас на просторах интернета, я увидел, что ваша община очень любит Златоуста, которого я очень сильно люблю. Для меня это было, вы как бы стали родными, поэтому. И ваши проповеди, кстати, тоже очень похожи на проповеди святителя Иоанна Златоуста, только они более современные относительно нашего времени. Вот, и когда я ушел из монастыря, меня благословила архиерея в город, где я живу, в Елабуге. И там я был при храме, при местном храме. И через некоторое время, я где-то, может быть, год послужил в храме, и я ушел в мир, то есть я отошел от веры. Это было мое падение, и я блуждал, ну, наверное, года четыре, наверное, три, четыре или пять. Вот, и отошел от Бога, и сердце у меня очень сильно скорбело. И я молился Богу, взмолился Ему, говорю, Господи, прости меня, дай мне мудрости, и коснись моего сердца. Я понимал, что Бог есть, но я из-за моих грехов далеко от Него отошел. И потихоньку-потихоньку я вот так своими словами молился Богу. И настал тот момент, когда я заставил себя войти в храм Божий. Мне было очень страшно, я себя переломил, пришел, я всего боялся там. Но, тем не менее, я понимал, что кроме Бога меня никто спасти не сможет. И потихоньку-потихоньку я стал ходить в храм, не пропуская воскресных богослужений и праздничных дней. И так прошло полтора года, и я параллельно работал на мирской работе водителем такси. И так случилось, что я попал в аварию и остался без машины, значит без работы. У меня появилось, это было около зимы время, появилось много свободного времени. И я стал смотреть ролики и увидел ваши ролики. И я посмотрел, сначала я как бы пропускал их через себя, ну так, невнимательно просто листал, а другие смотрел ролики. А потом стал прислушиваться, что вы говорите. И я был очень удивлен, и для меня, я для себя сделал открытие, что вы говорите правильные вещи. Именно такие, как вот, когда я уверил в 14 лет, я так понимал это все. То есть я считаю, что я нашел свою первую любовь через вас, благодаря вам. Спасибо вас, Христос. И когда я увидел ваши ролики, я перестал все остальное смотреть. Я был только полностью погружен в ваши ролики, собрания. Мне очень нравилось собрание вашей общины, как вы разбираете Слово Божие, другие ролики. Время было много свободного. Я чуть ли не по 6, не по 7, не по 8 часов только в интернете был. И с вами знакомился. И в какой-то момент я понял, что вы для меня очень родные люди и близкие. И у меня еще мысли не было сюда приехать, но я понимал, что я все равно к вам приеду. В любом случае. И я себя стал подгонять, чтобы я не боялся. Вот, и потому что сначала я, конечно, хотел... Ну, первым делом я позвонил вам. Вот, и я волновался, и с вами так легко, вы взяли быстро трубку, вы со мной поговорили. Вот, я выдохнул. И вы меня направили, чтобы я связался с Вячеславом. Я за это очень вам благодарен. Вячеслав очень хорошо откликнулся и прямо... Был очень легко. Вот, и... Так получилось, что вот я, слава Богу, приехал сюда. И мы приняли крещение. А как думаете, почему я вас к Вячеславу направил? Во-первых, он был ближе. Во-вторых, Вячеслав, он... Я считаю, что... С ним очень легко. Он как ваша правая рука. То есть у вас нет никаких разногласий. Это часть вас. Поэтому я нисколько не... Я тоже, его ролики тоже уже знакомился до этого. И я понимал, что как удобно. Я благодарил и славил Бога, что и Вячеслав так близко. И мне легче сюда приехать с Вячеславом. Поэтому я вам очень сильно за это благодарен. Ну и что, были здесь вот, все-таки, считай, понедельник, вторник, среда, четверг. Сегодня пятый день у меня тут. Работаем здесь. Ну, работаем на пруду. Вас не огорчилось? Нет, нет, я не знаю, где я нахожусь. То ли на земле, то ли на небе просто. Дело в том, что вы идете, мне нужно, я крещу. И вас сразу присылают. Там нужно отрубить и прочее. Я очень счастлив, я никогда не был так счастлив. Мне никогда не было так легко. Я считаю, что я нашел свою, обрел свою первую потерянную любовь. О которой пишет он Богослов в Апокалипсисе. Ну, вот, в принципе, которые у нас заложены от Священного Писания, в наши уставы, за столом, как сидеть, порядок. Это прямо очень все по мне. Строгость меня наоборот привлекает, вот эта строгость. Потому что я понял, что внешнее, оно, если внутреннее не соответствует, оно вкупе. Да, это так. Но не каждый так реагирует. Поэтому уступить я не мог, если бы было противодействие. Почему? Я прораб, начальник, поэтому задача есть. Людей расставить, инструментом дать задания. И, собственно, когда вы работали в лесу, я вас не контролировал. Вячеслав сказал, старший, и все. Вот первый день мне таких деревьев наворочили и повернешь. Топорами рубили, как будто бы где-то в Америке, в девственных лесах. А вот уже последний день, и хорошо потрафило мне. Ну, и сегодня мы проехали, все наши труды посмотрели. Понравилось? Очень понравилось. И я увидел неизвестную для меня флору и фауну. То есть... Пруды и пруды, конкретно. Вот у нас ничего такого нет, чтобы мы скрывали, там, слепляли, составляли. Просто привезли, и ты посмотри, летает, какие птицы, которых не было. Цаплю видели, птицы видели. Да, вот вы купаетесь, тут не было прошлое, то есть купаться негде было, до пояса воды было. А сейчас вы руки поднимаете над головой, так и сейчас пальцы видать. А если Господь позволит, то уже не будет видать. Ну, работа-то еще осталась, но я считаю, главное, трудное, позади. Теперь проще все. Но замещаний у меня к вам нет никаких. И просим молиться, чтобы нам благополучно завершить. 10 октября мы уезжаем. Конечно, если вы сейчас барабаш-бульдозер отремонтировал, то быстренько начали разбирать, но мы поправимся. Володя, видишь, какой шустрый. И сестры помогли тут в огороде, и обеды взяли на себе. Так что благословен Господь. Слава Христу. Поедете и вспоминайте нас, если память придет. Что? Нам непросто. Тем более, где некоторые пишут, вот вы работаете, пруды, дороги, там, что такое. Почему деревенских ни одного не видно? Видно. Вот он нас возил на машине Андрея Элстинов. Я попросил его. Видно там, сколько привозили на машинах Никита. Без их помощи-то никак. Ну и надо разбирать, что один строит дом, другой еще, там, дочь только что выдал, нужно кое-что. Коровы каждый день, там, скотина другая. У нас еще этого нет. Никола, ни двора, ни теленка, ни ребенка. Как бы назначено нам именно быть, делать для людей. Мы сейчас ограду, которую вынесли из этого пруда, это все с прицелом на то, что мы поднимем на 70 сантиметров, это уже достаточно будет, чтобы рыба не замерзла, то следующие за нами могут поднимать еще выше. Мы заложили туда в проект, еще больше можно поднимать. А больше, это значит, более крупную рыбу заводить. Может быть, хорошо. Окуня, не знаю, как будет. Так что, могли вы возраптать даже, я так смотрел на вас. Нет, нет, у меня даже мыслей не было. У нас за все время, вот я скажу, что с Александром, да и с Андреем, ни одного не было противоречия. Ну, допустим, так, чтобы, допустим, я сказал, или они упираются, либо, ну, даже по вопросам веры, по всем вопросам практически всегда согласие было. Редко такое встретишь. И я это же хочу сказать, что у меня тоже так же абсолютно до сих пор не было противоречий никаких с Игнатием Тихоновичем. То есть в его писаниях и в его образе жизни. Он правильно знает. Вот на нас люди очаровываются, а потом разочаровываются, о чем Сергей парализованно говорил. Мы из себя ничего не строили конкретно. Надо такой-то инструмент делать это, делать бегом, быстрее, чтобы выезжаете. Я буквально хватал и хватал где-то. И мы все успели сделать. И экскурсию провели, и сейчас баня топится. И на сады заглянули, там нет еще. Вот так. Я очень рад и благодарен Богу и вам, что приехали, помогли. А делали бы, никого не было, делал бы все равно. Для меня препятствий никогда не было. Я начинаю делать, благословясь. Если кто найдется на земле, что это делал, я скажу, а почему у меня не получится? И начинаю тогда делать. Вот. Вы видели, приезжает наркоман, приехал туда, мы не можем принять. С ними поправиться. Я им не разрешила была, и он приехал. Так что вот это как бы наше невнимание. Вот этот вор пришел, мы допросили. Он его, он вор. Я его вижу. Он не работает, а если раз не работает и ест, значит ворует, а где он возьмет? И вот люди нападают, а другие правильно так сказали, допросили, ну и как следак такой. Ну, следак, следователь. Мне интересно, когда меня допрашивали в КГБ местном Алтайском, Ленина 30. Ну, они знают мою жизнь, и неоднократно говорили, вам бы гнать их, и что легко у нас работать. Вот это правда, спокойствие, забота о людях, и подпольщики, которые не имеют паспортов, они выходят, дети пошли в школы. Ну, то есть это совпадение интересов. А кто не понимает, а, продался Иуда, там был таким-то вертухаем, нигде не было, я сидел со всеми вместе. И какие невзгоды, на кого падали, это были мои невзгоды. И люди не могут понять, у меня все совершалось по наитию и Божьим благоволением. Он так сделал, и я принял. Я думал, чтобы вас это не огорчить, а потом и нет. Я прошляпаю, здесь надо пробовать до конца. Ну и слава Богу. У меня вопросов нет, и думаю, ваша биография, вы сан имеете какой-то? Да, диаконы. Официально положение? Официально, да. Семейное положение какое? Холост. А? Холост. А как они вас могли, священники, рукополагать диакону, не женатого? Так мне еще было 21 или 22 года тоже. Ну 25. Меньше, меньше 25 было. Ну а у них не положено пока человек не жениться. Нет, ты же задавал, что не женишься получается? Нет, мне жениться нельзя, потому что по канонам, если, допустим, тебя рукоположили до до женитьбы, то... Его рукоположили до женитьбы, теперь он жениться не может... По канонам не могу я жениться. Да, здорово. Поэтому даже не думать. Если под таким условием, то да, приемлю. А он таким условием? Да, у меня в других нет двоемысливых. А я опять только скажу, с Вячеславом Сергеевичем поддерживайте себя. Обязательно я с вами, с Вячеславом Бусь. Он не везде помогает, по интернету берет управление на себя и проще. Но я все держу под контролем. Сегодня подошли, вы там посмотрите, что... Да, я говорю, там такой сегодня у меня кадр, он здесь работает. Георгий, еще я буду смотреть. Наконец, Георгий сам подошел, проверьте нашу работу. Я пришел и сказал, вот какие упущения. Вас не огорчило? Нет, нет. Потому что дальше я представляю, как вода нахлырит, и тем более у нас материал лежит, и мы сразу его растолкали. Я доволен всем. Если что-то, что вас разочаровало, огорчило, вот у нас были. Абсолютно ничего. Потому что я... Слава Богу. Мне наоборот строгость, и я вижу, что вы все делаете по любви, как Христу. Вот эти поклоны, что делаем, такое моление утром, как бы длинное, это вас не спешит. Это мне по сердцу только, это то, что я ищу. Мы все правильно, чтобы поклоны делали. Но я обращаю на это внимание строго. Святые обращали. Небрежного бахания руки бесы радуются. И поэтому такой порядок. Я сказал, сестра Надежда, она шила эти маленькие подружники, чтобы не грязный пол был. Все у меня, претензий нет. Мы расстаемся как братья.